всем привет и и тема сегодняшнего выпуска в нашем сегодняшнем обзоре м2 стингер это пулемет вот так выглядит данный агрегат наш с вами сегодняшний вот и значит гаджеты к нему будут стоить по 3 600 ну дороговато вот но здесь по сути только их два это патроны и сошки да вот пулемет значит у нас прокачанный на плюс 24 со всеми гаджетами имеет вот такие вот характеристики вот так ладно давайте отправимся в бой и в бою посмотрим что же это за пулемет у нас такой с вами а пулеметик наш выглядит вот так вот но кстати и смотрят его также как браунинг да конечно скорость передвижения с ним такая медленная вальяжная чуть такая слегка приторможенная можно так сказать немножко он ограничен в скорости передвижения как будто с якорем бежит тяжеловато и вот я уже даже от дышку начинаю слышать наверно он и тяжелый вдобавок еще но убирает он неплохо убирает неплохо так перезарядочка такая ну не знаю как сказать какой рпд наверное по скорости будет играется в принципе с ним комфортно единственное вот это вот чуть чуть непривычно что он медленно так с ним тяжко передвигается все вот это вот движение чуть-чуть скованной но в целом в целом управляемость неплохая то есть нет проблем вот именно с наведением с передвижением с наведением цели на игрока в этом плане никаких проблем не ощущается конечно пулемет у нас топовый на данный момент самый топовый из тех которые есть но убирает четко у него патроны летят достаточно кучно в цель прям так четенько наводишь на противника летит все летит туда куда надо как говорится ни патрона не мимо но сдали с дальних дистанции он конечно берет до цепляет но тоже про просадка чувствуется по урончику но это так видимо у всех оружий не только у этого пулемета в целом сносит он вышибает очень хорошо в команде конечно игрок с таким оружием всегда пригодится так что-то нажимается мне на перезарядку но в принципе патрон вроде как вполне хватает для ведения боя я думаю такой идеальный пулеметик для командных боев будет а так в целом да но я бы не сказал бы что мы имеем что-то такое феноменальное прям да он будет посерьезней максима токарева да он будет посерьезней mg34 ну поскольку он да и так скажем он как бы самый топовый да у нас считается поэтому он и и хуже не имеет просто право быть да а так в целом но ничего удивительного на самом деле нету за что можно этот взять пулемет вот единственное его можно лишь только приобрести по той причине что но пулемет топовый да и как говорится это лучшее предложение на данный момент вот и тот кто играет на пулемет на пулеметах да или тот кто там стремится в приобретении самых последних топовых версий да там ну кто-то преследует свои цели до разные вот конечно он его возьмет а так например но если вы играете там максим токарев ну я думаю что и на токаре можно играть и на мг-34 спокойно в принципе разница на мой взгляд не такая прям колоссальная да она есть конечно он лучше да он лучше убивает он более топовый он более скорострельный и по урону более он мощный но также можно и показывать неплохие результаты на других пулеметах более дешевых вариантах поэтому меня в принципе лично меня он ничем не зацепил чтоб можно было сказать о круто вот этот вот автомат вот этот вот пулемет я там хочу допустим да вот такого у меня к сожалению нету ребята ощущения поэтому пулемет обычный пулемет до топовый вот и все не более того вот что я могу сказать а в целом если по характеристикам брать да он лучший это лучшее на сегодняшний день предложение по пулеметам это не обсуждается это однозначно конечно так что вот так ребят ну думайте сами смотрите как говорится решение выбор за вами вот а мы продолжаем двигаться дальше продолжаем играть в нашу любимую игру вот вам как всегда хорошего настроения побольше вам хороших игр побольше вам побед ну а мы с вами прощаемся до следующего видео все всем пока